люди обращаются с тем что в городе очень много в этом году листвы залежалась и говорят даже о том что погуляют по лесу там или допустим да по парку и прихожу домой начинают кашлять это как-то связано вообще листва опавшая насколько она опасна и вообще можно ли говорить об опасности в этом в этой теме ну насчет листы конечно вопрос такой неоднозначный кроет она в себе и опасности в плане допустим если для деревьев она может и возбудить или в себе болезней хранить и опять же те насекомые не биолог но насекомые которые живут на деревьях они на зиму в почву уходят и слой листвы создает для них благоприятную такую тепловую подушку и они зиму хорошо переносят и потом по весне благополучно снова на деревья выходит в этом плане есть минусы ну и есть конечно мнение такое и у врачей аллергологов что листва она и грибковым заболеванием ну и споры грибков может разносить и что является вот для аллергиков тоже фактором риска ведь у нас городе листва в любом случае убирается и на общество в общественных местах и на тротуарах потому что это в свою очередь создает и для пешеходов неудобства ее наличие на поверхности поэтому снова убирают но вот насчет уборки листвы на газонах и опять же вот в парке это я считаю немножко спорный вопрос насколько вообще целесообразно полностью ее убирать понятно что поверхности тротуаров нужно убирать но вот здесь опять же надо со специалистами разговаривать но некоторые считают что на самом деле они листва это украшает вот да смотришь до желтая зеленого но это до определенного момента потом все равно теряет свой такой вот эстетический вид и наоборот портится картинка ну и с целью безопасности даже пожарной безопасностью конечно нужно убирать и может даже по максимуму в общественных местах ну вот есть тоже наверно не знаю спорный спорт вопрос некоторые животопавшие листвой укрывают в саду в огороде допустим ягодные плантации под кусты то есть для того чтобы сохранить цветы чтобы не вымерзли кусты другие опять говорят как вы сейчас сказали что там споры зимой возбудитель болезни там живут то есть вот как или все-таки целесообразнее на ваш взгляд как патеколога листву собирать и в компостную яму аккумулировать там складировать там передела при высокой температуре там живите закатывает технология тоже отработанная так сказать веками и людей ей пользуются конечно это я считаю нужно не то что нужно делать это такой процесс отработанный и дает свои плоды в итоге в виде урожая но если брать сам процесс ухода за растениями если деревья опять же своевременно обработать от возбудителями соответственно они в листву не попадут тогда и вообще можно без всяких зазрений совести использовать и на компост и может и из-под деревьев уж так не выгребать если вовремя обработку провести средства не зараженная предположим хороший просто крыжовника там смородины не больной ну это вот опять же самим надо просто провести этим все мероприятия тогда да но в масштабах города у нас есть служба которая этим занимается думаю они отслеживаются состояние деревьев все же где больные конечно там нужно убирать и обработать садов вот старые тополя там но это мы тоже все работали идет отражают их какие-то насекомые съедают буквально ну вот насчет тополей они еще видите все таки ветхость к ним пришла со временем тут с ними просто надо ликвидировать постепенно продолжать что я не могу сказать насколько это конкретно заболевание или это все-таки уже старость